С понедельника, 15 ноября, многие предприятия торговли, предоставления услуг, сферы спорта и культуры смогут вернуться к привычной жизни, используя систему QR-кодов. С понедельника, 15 ноября, без QR-кода о вакцинации или перенесенном ковиде за последние полгода, или сертификате об отрицательном ПЦР-тесте за последние 72 часа, на многие предприятия и учреждения попасть не получится. Эти документы должны быть подкреплены паспортом. В списке, помимо ТЦ, магазины розничной торговли более 100 квадратных метров, кафе, рестораны, спа-салоны, фитнес-центры, музеи и домокультуры. В списке спортивные мероприятия и концерты. Без QR-кода нельзя будет заселиться в гостиницу и дом отдыха. Требования не распространяются на аптеки, магазины с товарами первой необходимости и товарами для детей. Не касается нововведения объектов розничной торговли площадью меньше 100 квадратных метров. Что касается рынков, разрешена реализация продовольственных товаров и посещение без соответствующих документов. Группа непродовольственных товаров, все те требования, которых я сказал выше. Сегодня эту практику приняли все 85 регионов России. Губернатор призвал организовать пристальный контроль за соблюдением режима QR-кодов с привлечением выездных групп. Если мы с 15-го, с 15-го мы пускаем туда наши так называемые группы, вот, с привлечением МВД, с привлечением. То есть это санитарные врачи, это управление торговлей, управление торговлей, это наш департамент тоже культуры, спорта, транспорта, да. Но если мы это не сделаем, то это пустое будет. Мира призвана снизить число заболевших коронавирусом, еще раз задуматься о вакцинации и дать возможность более свободно жить многим сферам. Во всех муниципалитетах созданы рабочие группы, которые в ежедневном режиме проводят контроль исполнения требований постановления правительства Брянской области по ограничительным мероприятиям. Данная работа будет проводиться ежедневно в составе рабочих групп сотрудников управления, муниципалитетов районного города нашей области, сотрудников полиции. Как будут работать с 15 ноября спортивные объекты? К тем, кто хочет посещать фитнес-зал, требования те же QR-код, либо ПЦР не старше 72 часов. Мы, безусловно, с понедельника, с 15 ноября будем проверять все учреждения спортивные. И если мы обнаружим, что занимаются без данного документа какой-то гражданин, безусловно, этого гражданина мы выведем, а руководитель данного учреждения получит штраф согласно Кодекса об административном правонарушении. Что касается соревнований. Спортсмены должны иметь, безусловно, документы о том, что они здоровы. Зрителей должно быть не более 10% на трибунах. Но зрители тоже должны заходить и иметь при себе необходимый документ о том, что они здоровы или привились. Что касается детских соревнований, здесь, естественно, никаких QR-кодов и не может быть, кроме стандартной справки о состоянии здоровья. Но на трибунах, опять-таки, не более 10% зрителей. Спортивные школы и секции с 15 ноября будут работать в привычном режиме. Здесь есть тоже определенные моменты. Ну, дети, если сами приходят, то приходят и участвуют. Если их приводят родители, то родители доводят только до входа и отправляют детей уже с тренером или с каким-то воспитателем. Они дальше идут, занимаются в секциях. Если родитель пожелал пойти в раздевалку, помочь ребенку, понаблюдать, как он тренируется, он должен предъявить при входе, безусловно, тот документ, который требует сегодня решения комиссии. Культура. С 15 ноября все ДК, музеи, выставочные залы начнут работать в полноценном режиме. Могут посещать учреждения культуры люди привитые, у которых имеется вот такой вот на руках документ, либо в электронном виде, то есть в смартфоне, либо в бумажном виде, это распечатано на бумаге, как человеку удобно. Который вот так вот современным языком называется QR-код, который говорит о том, что человек привит, то есть он безопасен для окружающих, и поэтому есть у него определенная, что называется, броня такая, такая, которая позволяет ему пользоваться всеми благами. Руководителям объектов культуры поручено на местах организовать проверку QR-кодов и паспортов, так, чтобы не возникло очередей и прочих неудобств. Мы будем очень стараться организовать эту работу так, чтобы человеку не испортить настроение, чтобы у него легко это и просто можно было проверить. И для того, чтобы каждый человек, придя в наше учреждение культуры, на то или иное мероприятие чувствовал себя комфортно, свободно, радостно и одухотворенно. И главное, безопасно. Кстати, несмотря на QR-коды, меры предосторожности, маски, санитайзеры, измерения температуры никуда не исчезают. Все это помогло принять еще одно решение. Заполняемость концертного зала увеличена до 70% зрителей. Образование. С 15 ноября вся система образования начинает работать в штатном режиме. Школьники выходят с каникул, студенты с дистанционного обучения. Продолжают работу сады и доп. образования. Нужны ли здесь QR-коды и если да, то кому? Это касается учреждений дополнительного образования детей, которым в настоящий момент необходимо будет с 15 числа родителям при посещении именно учреждений дополнительного образования детей, в том числе и спортивной направленности, именно иметь уже QR-коды. Это не распространяется на посещение родителями детские, дошкольные учреждения, детские сады. То есть здесь родители могут приводить беспрепятственно детей и не предъявляя QR-кодов. Понадобится QR-код родителям в школе или техникуме. К примеру, если вас вызовет к себе директор, должен быть QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде за последние полгода, или ПЦР, сделанный не позднее 72 часов. В противном случае вам придется встретиться с директором уже за стенами школы или по видеосвязи. Транспорт. В городском и межмуниципальном транспорте новые меры не вводятся, однако контроль соблюдения масочного режима станет жестче. Пока не потребуется QR-код в аэропорту Брянск и ЖД вокзалах города. С 15 ноября коррективы вносят системы предоставления государственных и муниципальных услуг. QR-коды и ПЦР в МФЦ предъявлять будет не нужно, однако на получение услуг придется записаться заранее. Все МФЦ начинают работать по предварительной записи, по всем услугам. Кроме услуг по регистрации или восстановлению учетной записи на портале государственных услуг. Записаться по предварительной записи можно тремя путями. На портале МФЦ 32, через телефоны, которые есть в каждом МФЦ, или придя непосредственно в МФЦ у стойки администратора или около электронной очереди. Уже со вторника в МФЦ области можно будет получить в распечатанном виде сертификат с QR-кодом. Для этого не нужно предварительно записываться. Для посещения самого МФЦ QR-код не нужен. Где получить QR-код? В приложениях госуслуги или госуслуги СтопКоронавирус. Люди пожилого возраста, те, кто с компьютером на «Вы», могут получить документ с QR-кодом в МФЦ. Наверняка найдутся и те, кто пойдет на эксперименты. Например, попробует пройти по чужому QR-коду. Для этого и пригодится сверка паспорта. Существует ответственность, в том числе и уголовная, для тех, кто захочет подделать QR-код. Проверка QR-кодов и контроль за допуском посетителей на названные объекты не входит в полномочия сотрудников полиции. В свою очередь, сотрудники Органов внутренних дел продолжат контролировать соблюдение правил поведения в общественных местах, утвержденные правительством Брянской области. Кроме того, при выявлении фактов изготовления или использования поддельных QR-кодов, сертификатов и иных документов, нарушителям грозит уголовная ответственность. Напоминаем, вы можете не просто понести уголовную ответственность, но и стать жертвой мошенников, которые пользуются любой уловкой, чтобы развести доверчивых людей. И еще раз об ответственности. Работники учреждений системы здравоохранения несут уголовную ответственность за искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. В частности, за участие в подготовке поддельного сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции. За совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. До пяти лет и штраф до миллиона рублей светит медикам, внесшим ложные данные в официальный реестр вакцинированных. За получение или дачу взятки в целях получения поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 ответственность наступает по статье 290 или 291 Уголовного кодекса Российской Федерации и может выражаться в виде наказания вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятой. Отметим, система QR-кодов уже активно работает в большинстве регионов. И самое главное, это поможет вернуть к полноценной жизни сферы торговли, спорта, культуры, отдыха. На заседании оперштаба отметили, по данным на пятницу, только за одни сутки в области заболели коронавирусом 510 человек. Развернуто по-прежнему 2320 коек, 2018 человек в госпиталях. Система QR-кодов должна стать продолжением действенных мер по борьбе с коронавирусом, как режим нерабочих дней, а потом и сохранение ряда ограничений. О том, насколько серьезна ситуация и как важно вакцинироваться, губернатор еще раз подчеркнул примером двух страшных войн. 213 человек. Брянская область потеряла наших жителей в Афганистане и Чечне. На сегодня Брянская область потеряла от коронавируса более 2000 человек. И вот если тогда, когда там происходило, это ложилось такой отпечаток на каждого человека. А сегодня, а сегодня никто даже не задумывается. Если мы проведем дальше анализ, то молодых и здоровых до 40 лет уже умерло более 200 человек. Давайте все вместе мы задумаемся. Донесем и будем дальше доносить до наших жителей, что одного способа уберечь себя, своих родных и близких, как провакцинироваться, другого нет. Андрей Мамошин, Наталья Будник, Виктор Левченков, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.